Глубоковажаемая Марина Борисовна, коллеги, друзья, слушатели, мы напоминаем, что этот доклад вы сейчас слушаете онлайн, но у вас будет возможность еще раз прослушать данное сообщение на канале НИИ Онкологии, или же, если вы обратитесь на наш сайт, по этой же ссылке в течение месяца вся информация будет доступна. Итак, мы сегодня будем говорить о новом в лекарственном лечении гормоночувствительного рака молочной железы. И, безусловно, мы и это отмечаем, почему мы так тщательно и много, и достаточно сейчас, вы видите это на многих площадках, для пациентов доносится вся информация на доступном языке, потому что пациент сейчас является полноценным членом нашей мультидисциплинарной команды. Не только пациент, но и его родственники. И в эту команду, наряду с клиническими онкологами, они же химиотерапевты, врачи-онкологи-хирурги, врачи-онкологи-радиотерапевты, молекулярные генетики, специалисты по иммуногистохимическому, патоморфологическому исследованию, те, кто, собственно, изначально устанавливают диагноз рака молочной железы, все входят в эту мультидисциплинарную команду. И лечение больных раком молочной железы, оно, безусловно, комплексное. Оно не останавливается только на одном лекарственном лечении. В ряде случаев это и хирургические подходы, и лучевая терапия. И, безусловно, этот подход, вот такой комплексный, он включает и такое понятие, как пациент-ориентированный, проблемно-ориентированный, пациент-центрированные подходы, и, безусловно, биологически направлены, лечение лекарств направлено на конкретную мишень. И если в 70-х годах мы знали только такой диагноз, как рак молочной железы, то уже буквально через несколько лет, через десятилетия, благодаря открытию рецепторов эстрогенов, то есть на ядре опухолевой клетки рака молочной железы есть ловушка, есть рецептор к эстрогенам. Далее, в соответствии с этим выяснилось, что рак молочной железы может быть как гормоночувствительный, то есть на ядре опухолевой клетки могут быть рецепторы к эстрогенам, так и гормононечувствительный, эстроген негативный по типу. Позже, когда была открыта экспрессия эпидермального фактора роста второго типа, хорошо известного нам по аббревиатуре как HER2, то стали уже делить как минимум на 4 биологических суррогатных по типу. Это HER2 позитивный рак молочной железы, HER2 негативный, и когда отсутствуют как рецепторы эстрогенов, так и рецепторы прогестерона, то это так называемый трижды негативный рак молочной железы. Ну и, соответственно, гормоночувствительный, он же люминальный по типу. И вот, в принципе, у нас еще и появился так называемый берси-ассоциированный рак молочной железы, когда у пациентов наблюдается носительство герминальной мутации берси, отвечающей за наследственный характер рака молочной железы. А вот, собственно, как будет выглядеть и в скором будущем лечение больных рака молочной железы, то в рамках действующих по типу, в рамках HER2 позитивного, гормонопозитивного, трижды негативного рака молочной железы, вы уже сейчас на слайде видите потенциальные мишени, которым уже исследуется активно ряд препаратов. И уже в рамках тех действующих суррогатных, условно разделенных биологических подтипов будет еще подразделение на различные под-подтипы в связи с тем, что появятся новые препараты с доказанной эффективностью как в увеличении продолжительности жизни, так и качества жизни. Поэтому, конечно же, за те 25 лет, которые я уже как минимум нахожусь в клинической онкологии, то я хочу сказать, что именно клиническая онкология шагнула далеко вперед. И сейчас наряду с гормонотерапией, химиотерапией, таргетной терапией, иммунотерапией, не за горами у нас и терапия текар-клетками, которая сейчас больше бы доказала свою эффективность при лимфопролиферативных онкогематологических заболеваниях, но сейчас она также изучается, эта теклеточная терапия, и при других, в том числе, солидных заболеваниях. Но что еще важно, хочу на этом остановиться, конечно же, это участие пациентов в клинических исследованиях. Но, конечно, само по себе участие в клинических исследованиях это не является самоцелью для первичного пациента. Но в ряде ситуаций есть такие, например, подходы, когда стандарты, например, при ряде локализации, это в меньшей степени касается рака молочной железы, потому что в первой линии сейчас четко обозначены подходы. Тем не менее, все равно существуют клинические исследования, поэтому если клинические исследования в центре проводятся, даже в первой линии или в неодевантной терапии, конечно же, надо с ними внимательно ознакомиться, все прочитать, информированное согласие. Но, тем не менее, в первой линии сейчас существуют четкие подходы для лечения больных раком молочной железы. Ну вот буквально несколько слов. Вот такой вот алгоритм лечения больных гормона позитивным раком молочной железы, он основан на так называемом биологически направленном подходе, когда в зависимости от биологического потипа дальше следует алгоритм назначения тех или иных препаратов. Для больных HER2-позитивным раком молочной железы здесь уже рассматриваются подходы, основанные на постоянной блокаде рецептора HER2. Для больных трижды негативным раком молочной железы. Здесь опять-таки все зависит от мишеней. Если есть педель экспрессии на опухолевых клетках, то здесь в первой линии рассматривается комбинация иммунотерапии с цитостатиком. Если есть берсей мутации, носительство герминальной берсей мутации, тогда рассматривается таргетная терапия лопарибом или талозапарибом. Если нет педель экспрессии, нет носительства мутации берсей, то предпочтение отдается химиотерапии. Ну вот, наконец-то, тема сегодняшнего нашего, нашей лекции. Мы говорим о гормонопозитивном раке молочной железы. И здесь вот в первой линии, безусловно, предпочтение отдается комбинированной терапии, включающей один из трех таргетных препаратов, относящихся к ингибиторам циклинозависимых киназ. Это палбоциклип, рибоциклип или абемоциклип в комбинации предпочтительно с ингибиторами ароматазы, потому что при прогрессировании, а рано или поздно прогрессирование, к сожалению, наступает, это обусловлено тем, что клетка приобретает резистентность, нечувствительность к проводимому терапии. Банально просто все живое в организме защищается, привыкая к тем токсическим воздействиям, которые на организм воздействуют масломасли, но тем не менее. И здесь вот то же самое, как вот, например, бактерии привыкают к антибиотикам, и вначале мы назначаем нашим пациентам пенициллин, назначали, потом уже пенициллин не работает, мы назначаем другие антибиотики. Здесь же то же самое, то есть вначале терапия действует хорошо, а затем появляется клон клеток, который уже к этой терапии нечувствителен. Поэтому вот условное вот это прогрессирование, это даже сложно назвать прогрессированием, просто появляются клетки, которые нечувствительны к этому самому виду лечения, и мы начинаем уже, соответственно, новое лечение. Так вот, в первой линии гормона чувствительного рака молочной железы метастатического отдается предпочтением комбинированной терапии на основе ингибиторов циклинозависимых киназ, рибоциклиба, палбоциклиба или же обемоциклиба. А во второй линии практически у половины пациентов есть мутация пиктрисией, фосфодитолзанитолтрекиназа, которая ответственна за резистентность гормонотерапии. И вот в данном случае предпочтительным лечением является комбинация алпилисиба вместе с фулвистрантом. А дальше уже там рассматриваются ситуации, когда мы можем рассматривать и гормонотерапию, в частности, виролимуса с экземистаном, ну и дальше, если есть висцеральный кризис, то пациенты могут получать химиотерапию. Кроме того, пациенты с гормонопозитивным раком молочной железы, который является носителями мутации герминальной берсей, то эти пациенты после лечения ингибиторами циклинозависимых киназ могут получать таргетную терапию на основе парп-ингибиторов. Это либо талозапариб или же аллапариб. Ну и вот, собственно, как действует гормонотерапия при гормонопозитивном раке молочной железы. То есть на ядре опухолевой клетки есть так называемые рецепторы ловушки. И в норме вот эта вот антенка, она взаимодействует с естественным эстрогеном, активизируется, и дальше сигнал поступает в ядро клетки. Если же мы говорим о том, как действует гормонотерапия, ну, назовем самое простое, это тамоксифен, то антиэстрогеновый препарат, он блокирует рецептор. В результате по ниже лежащим сигнальным путям в ядро клетки не поступают сигналы, и клетка не активизируется. Но что происходит, например, в организме молодой женщины? Так вот, в яичниках происходит синтез эстрогенов, которые активизируются гипоталямо-гипофизарной системы за счет пролактина, гормона роста, напрямую воздействующий на молочные железы. Кроме того, гонотропины – это, соответственно, факторы, стимулирующие яичники, вырабатывающие впоследствии эстрогены и прогестерон, что также воздействует на молочную железу. Что же происходит, когда воздействует гормонотерапия тамоксифен? Мы уже говорили, что тамоксифен конкурирующим образом садится на рецептор опухолевой клетки, и дальше не стимулируется рост опухолевой клетки. Но у нас может быть и другой механизм воздействия на опухолевую клетку опосредованно, когда нарушается синтез эстрогенов. И здесь вот у нас синтез эстрогенов может нарушаться центрально, когда агонисты гонотропин, когда происходит центральная дезактивация, и что в результате яичники не синтезируют эстрогены. Но это у нас происходит у молодых женщин. Но молодые женщины, если у них выключаются яичники, наблюдается такое явление, как искусственный климакс или же химическая кастрация. То есть мы женщину, будучи молодой, переводим в старшую возрастную группу, в так называемое уже климактерическое состояние. Но здесь все равно эстрогены будут синтезироваться. И эстрогены начинают синтезироваться на периферии из андрогенов по действиям фермента ароматазы. И вот это та самая ситуация, когда женщины иногда приходят и говорят, вот выключите у нас яичники, и мы не хотим, чтобы у нас больше синтезировались эстрогены. Но даже если женщине выключить хирургические яичники, это временная опция через 2-3 месяца на периферии из андрогенов в жировой ткани, в молочной железе и в мышечных тканях, начнут синтезироваться эстрогены из андрогенов под действием фермента ароматазы. Поэтому здесь-то и работают так называемые ингибиторы ароматазы, которые опосредованно действуют на опухолевую клетку. Поэтому, подводя итог всему вышесказанному, у молодой женщины и в яичниках синтезируются эстрогены, если яичники выключить естественным путем, точнее, это с возрастом происходит, то с возрастом эстрогены начинают синтезироваться на периферии в жировой ткани из андрогенов. Поэтому очень важно как молодым женщинам, так и женщинам старшей возрастной группы соблюдать, стремиться к идеальной массе тела. То есть женщины повышенного питания, следовательно, у них больше жировой ткани, и в этой жировой ткани более активно начинают синтезироваться эстрогены из андрогенов. Поэтому как одно из условий, первичные в профилактике, это соблюдать нормальную массу тела, безусловно, это питание низкокалорийное, это так называемая средиземноморская диета, или же, ну есть безусловно, это так называемый здоровый образ жизни, это активная физическая нагрузка. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, уже давно бьет тревогу и требует, чтобы как минимум 150 минут активной физической нагрузки было у каждого человека в его жизни. Это, безусловно, профилактика хронических заболеваний. А у онкологических пациентов это не только профилактика хронических заболеваний, которые отрицательно сказываются на продолжительной жизни пациента, но и, соответственно, профилактика рецидивов. Это особенно касается больных раков молочной железы. Но вот то, что я говорила, мы еще с какой проблемой сталкиваемся и пациенты наши сталкиваются, с таким словом, как резистентность. Это отсутствие чувствительности гормонотерапии. Она может быть приобретенная вторично, может быть и первичная, которая сразу развивается на лечение. И вот здесь вот мы уже с вами сейчас проговорили, что если в первой линии это уже вошло во все стандарты, все пациенты выиграют от назначения комбинированной терапии на основе ингибиторов CDK4,6, это полубоциклип, ребоциклип и обемоциклип, то вот мы сейчас более подробно проговорим о том лечении, которое еще недостаточно широко вошло в нашу клиническую практику. Мы будем разговаривать о лечении на основе алпелисиба, это ингибитор Пиктрисией, что вот надо всем нам уже, прежде всего докторам и пациентам знать, что у больного метастатическим раком молочной железы в начале лечения мы должны определять не только рецепторы эстрогенов, прогестерона, HER2, но мы должны обязательно в крови определять носительство у пациента герминальной мутации методом ПЦР, а если не выявлено, полногеномным высокопроизводительным секвенированием методом НГС, и еще в опухолевой ткани мы должны определять носительство мутации Пиктрисией. Вот эту мутацию мы можем определять не только в метастатических тканях, когда мы берем реабиопсию для определения тактики лечения в случае наступления метастатической болезни, если у пациента ранее было комплексное лечение по поводу раннего рака, то и мы эту мутацию можем определять собственно и в первичной опухоли. Это постоянная мутация. Что еще важно, что эту мутацию нужно по сути определяет только пациентам гормонопозитивным раком молочной железы. Эффективность ЛПЛСИ бы доказана только в этой категории больных. Но хотя это опять-таки мутация, сейчас в ряде есть такие исследования, когда весь блок опухолевой ткани исследуется на носительство всех мутаций, то есть всевозможных мутаций. Так вот, вот эту мутацию пиктрисии можно выявить и при раке эндометрии, и при раке толстого кишечника, при колоректальном раке, при раке шейки матки, при раке желудка, при раке яичников. Но чаще всего эта мутация выявляется при гормонопозитивном раке молочной железы. Но вот эффективность ЛПЛСИ бы доказана только при гормонопозитивном раке молочной железы. Поэтому если у пациента выявлена мутация пиктрисии при другой локализации, это не факт, что назначение ЛПЛСИ бы будет столь же эффективно при других локализациях, как оно эффективно и при гормонопозитивном раке молочной железы. Ну вот, собственно, сейчас у нас изменились стандарты, и определение мутации пиктрисии становится обязательным. И это произошло на основе, собственно, клинического исследования Солярис. Это исследование показало свою... Солер, точнее, правильно назвать, Солер-1 показало свою эффективность в увеличении выживаемости без прогрессирования в подгруппах больных как с резистентным, так и чувствительным, гормоночувствительным раком молочной железы. И здесь вот, соответственно, медиана выживаемости, общей выживаемости есть, хоть и есть различия на 7,9 месяцев, но здесь вот эти различия, они условно-эстетически недостоверны, потому что не была достигнута заранее заданная эстетическая достоверность, хотя она была определена как П, меньше или равно 0,16 тысячная. И опять-таки, безусловно, что не менее важно, для больных гормонопозитивным раком молочной железы с носительством мутации пиктрисией комбинация алпелисиба с фулвестрантом показала свою эффективность, особенно у пациентов с метастазами, висцеральными метастазами, как в печени, так и в легких. И важно, что это лечение на основе комбинации фулвестранта с алпелисибом было эффективно и у пациентов, которые ранее получали ингибиторы CDK4,6 вместе с гормонотерапией. Если сравнить условную эффективность алпелисиба вместе с фулвестрантом по сравнению с другой возможной опцией, которая ранее присутствовала в Виролимусе с экзамистаном, то мы увидим предпочтение комбинации алпелисиба с фулвестрантом. Итак, рекомендация в настоящий момент при носительстве мутации пиктрисией у пациентов, уже получивших лечение на основе ингибиторов циклинозависимых киназ, предпочтительной опцией является комбинация фулвестранта вместе с алпелисибом. И что очень важно, что очень аккуратно и даже не рекомендуется назначение данной опции у пациентов с неконтролируемым сахарным диабетом второго типа и пациенты с сахарным диабетом первого типа, потому что воздействие на пиктрисией, на этот сигнальный путь, он же отвечает и за синтез глюкозы в крови у пациента. И нарушается, и в результате возникает гипергликемия наподобие сахарного диабета, и поэтому пациенты, которые получают комбинацию фулвестранта с алпелисибом, должны постоянно мониторировать, определять уровень глюкозы в крови. И чтобы определить мутацию пиктрисией, то существует так называемая программа активный пациент. Это бесплатно инициированная пациентом диагностика мутации пиктрисией. Собственно, есть возможность определения BRAF мутации, это особо актуально для больных с меланомой. Пациент отправляет блоки по совету врача или самостоятельно. Здесь далее уже описан алгоритм, как это все происходит. Собственно, развитие научных исследований в медицине горячая линия, так программа и называется. Активный пациент, адреса можно ознакомиться, описание программы, собственно, на слайде. И анализ будет проводиться в лабораториях референд-центра патоморфологических, моногистохимических и молекулярно-лучевых методов исследований МИДС-онкологии Петрова в городе Санкт-Петербурге. То есть, собственно, в нашем центре эта программа активный пациент, она и проходит. Ну и вот, собственно, еще есть и для других пациентов, например, проживающих в Москве, в Московской области, данная программа может осуществляться. И, значит, соответственно, ну вот уже при этом обращение уже с материалом будут другие клиники. Ну и очень важно, уже время подходит доклада к концу, у нас будет время обсудить, ответить на вопросы. Но что бы я хотела еще отметить, с чем я сталкиваюсь на своих приемах? Вот сейчас я это проговорю. Но вот эффективный лечебный процесс в любом случае возможен, если у нас есть взаимное общение у пациента с врачом, обмен информацией, сама совместное принятие решений. Важно запомнить, да, что нельзя отказываться от госпитализации пациенту, если она предлагается врачом. Необходимо, если экстренная ситуация возникла, необходимо срочно связаться с лечащим врачом или же вызвать скорую помощь. Не надо ждать времени, пока вы сможете обратиться к врачу, лечащему врачу нужно тогда вызывать скорую помощь. И вот, собственно, в связи с появлением в нашем арсенале лечения препаратов, таких как ингибиторы CDK4-6, то основные осложнения, которые возникают, эти препараты воздействуют на костный мозг, сердце, печень, кишечник. И мы должны обязательно, пациенты, которые получают ингибиторы CDK4-6, прежде всего мы должны мониторировать клинический кровь, это клинический анализ крови, но пациенты не должны пугаться лейко- и нейтропенией, потому что эти препараты, ингибиторы CDK4-6, воздействуя на опухолевую клетку, они ее арестовывают, и так же, как останавливается рост опухолевой клетки, останавливается, замирает, и клетки костного мозга, в том числе, прежде всего, лейкоциты и нейтрофилы. Возможно, например, на рибоциклибе нарушение функций печень, патология желудочно-кишечного тракта, более характерно для абемоциклиба возникает диарея. Ну и вот надо еще что помнить, и мы об этом говорим и докторам, и пациентам, не нужно стимулировать ни лейкоциты и нейтрофилы на фоне приема ингибиторов CDK4-6. Не назначаются колоннестимулирующие факторы. Для того, чтобы начать срок лечения ингибиторами CDK4-6, нужно дождаться нормализации показателей и строго следовать той инструкции, которая есть для препаратов. Еще раз говорю, не надо не использовать никакие иммуномодулирующие препараты, я даже не буду их называть. Для терапии ингибиторами CDK4-6 в том необходимости нет никакой. Нужно либо редуцировать дозу, либо увеличивать интервал между назначениями препарата. То есть не неделю и три недели приема, а может быть даже в ряде случаев ее увеличить, сделать больше. Ну вот, собственно, гематологическая токсичность – это класс-специфический эффект, осложнение для ингибиторов CDK4-6, повышение печеночных трансаминаст характерно для рибоциклиба, для обемоциклиба характерна диарея. И вот подчеркивается, что при первых признаках диареи пациенты, которые получают обемоциклиб, рекомендуется использовать лапирамид и увеличивать потребление жидкости. В тяжелых случаях применения обемоциклиба необходимо приостановить, а затем возобновить в более низкой дозе. И необходимо проводить полный анализ крови до начала терапии обемоциклибом. Мы каждые две недели в течение первых двух месяцев лечения, а затем ежемесячно в течение следующих двух месяцев терапии. Приостановка приема обемоциклиба или снижение дозы рекомендуется пациентам, у которых развивается нейтропения третьей или четвертой степени тяжести. Третья степень – это когда меньше единицы на 10,9, то есть меньше тысячи нейтрофилов, а четвертая степень – когда меньше 0,5 на 10,9, то есть менее 500 клеток нейтрофилов в клиническом анализе крови. Но что вот характерно, например, для алпелисиба, еще буквально несколько слов. Здесь основные осложнения – это гипергликемия и сыпь. Поэтому то, что касается гипергликемии, обязательно перед началом лечения нужно сдать так называемый гликированный гемоглобин, определить. Это нужно делать как минимум раз в три месяца, потому что только живут эритроциты. Обязательно консультация эндокринолога для того, чтобы определить, или онколог может, в нашем центре работают очень хорошие эндокринологи, которые сразу, и мы вместе с эндокринологами решаем, нужно ли профилактически принимать метформин, или же его не надо. Но, по сути, учитывая, что сыпь – достаточно частое осложнение для данной категории больных и может сопровождаться глипоподобным синдромом, то в ряде случаев препаратам пациенту может быть рекомендована терапия на основе современного поколения антигистаминных препаратов. Ну и вот, собственно, рекомендации, которые сейчас присутствуют в первой линии, безусловно, еще раз подчеркиваю, для гормона позитивного рака молочной железы – это комбинация на основе ингибиторов CDK4,6 с гормонотерапией – это в основном ингибиторы ароматазы. Во второй линии – это фулвистрант в комбинации с ингибиторами CDK4,6. Но мы должны помнить об осложнениях. Мы всегда можем, наши пациенты могут обратиться на наш сайт МИЦ «Онкология Петрова», где есть специальный раздел для наших пациентов. Сейчас подготовлены у нас уже три методических пособия. Это не только гормонотерапия, а особенности химиотерапии, особенности иммунотерапии, таргетных препаратов. Вы тоже можете узнать из этих методических пособий, где все достаточно подробно написано. И вот Александр из Газупери, который нам хорошо известен по детской сказке «Маленький принц», писал, какие бы ни были изыски современной медицины, ее технические возможности, человек всегда будет верить врачу, который сумеет выслушать, одобрить, проявить сострадание. Я благодарю нас всех за внимание. Продолжение следует...